Сумма и средняя арифметическая. Эпидр. Какая сегодня средняя температура по больнице? Спросил ревизор главврача. 510 задача. Два человека отправились на рынок покупать яблоки. Ой, продавать яблоки. У них было по 30 яблок. По 30 яблок. Один собирался продавать 2 яблока за 1 рубль. А другой 3 яблока за 1 рубль. Перед началом торговли одного из них вызвали домой. И он попросил другого продавца продать его яблоки. Тот стал продавать 5 яблок за 2 рубля. Ну, согласитесь, это разумно. Если один хочет 2 яблока за 1 рубль, а другой 3 яблока за 1 рубль, то сложил и получилось 5 яблок за 2 рубля. Если бы они торговали порознь, то один из них получил бы 10 рублей, другой получил бы 15. И они выручили бы 10 плюс 15, 25 рублей. А так он продал 60 яблок пятерками. А выручил при этом 24 рубля. Выручил при этом 24 рубля. Куда исчез рубль? Таинственным образом они делали все честно, но пострадали на 1 рубль. Это бы хорошо. Кто готов сдавать задачи? Ну, так давайте. Ну, тут по одному. Что, ребята, не можете догадаться, куда делся рубль? Таинственным образом. Спасибо. 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 Что, все настолько плохо? Это, ребята, нормальная рыночная задача. Ресторан стал готовить блюда из лошади и рябчика. Рябчика – это такая маленькая-маленькая, и поэтому, естественно, дорогая, потому что она маленькая птичка. Ну, сколько стоит килограмм рябчика? Я, если честно, никогда не покупал. Ну, это 200. А? 200. 500. Ну, я думаю, сильно больше. Ну, хорошо, давайте посчитаем, скажем, 800. Господа, вы понимаете, сколько рябчиков в килограмме? Их замучаешься ловить. Так что, я думаю, что на самом деле побольше стоит. Вот, на самом деле побольше стоит. Вот. Сколько стоит килограмм лошадиного мяса? Рублей 50. Килограмм храмины сколько стоит? Ну, не 50, давайте считать 100. Да. Замечательно. А теперь простая идея. По какой цене надо продавать блюдо из рябчика и коня? 99,000. Не 900, но 450. 450. 450, конечно. 450 рублей за килограмм. То есть, берете коня, добавляете к нему, не полкило, а коня целиком, добавляете к нему рябчика, тщательно, понятно, да, прокручиваете, делаете пельмень и объявляете, что по 450 рублей за килограмм у вас продается смесь. Разумно? Или у вас есть ощущение обмана? Ощущение обмана есть, да? Потому что продавец на этого рябчика, на маленького одного рябчика, потратится совсем чуть-чуть, а цена возросла больше, чем в 4 раза. Согласны? Замечательно. А может быть и здесь то же самое? У вас нет ощущения, что какие-то из этих яблок подороже, по крайней мере, продавец оценивал дороже, а какие-то подешевле. Согласны? Да. Ребята, на предыдущем кружке я никак не мог столковать ребятам ситуацию, пока не решился вот на что. Я просто нарисовал эти яблоки. Давайте у вас сделаю то же самое. Надеюсь, что после этого вы быстро сообразите. Так, значит, рисую табличку размером 5 на 6. Вот уже 6. Сами круглые яблоки, разумеется, не буду рисовать. Представьте себе. Вот 5 на 6. Согласитесь, что можно так уложить яблоки одного из продавцов. Правильно? Да. Яблоки другого продавца тоже можно уложить. Давайте посмотрим, как. Тоже 5 на 6. А теперь, внимание, начинается торговля. Этот хотел продавать по 2 яблока за рубль. Этот хотел продавать по 3 яблока за рубль. Смотрите. Первые 5 яблок. 2 отсюда. 3 отсюда. Следующие 5 яблок пошли. Ой, 2 отсюда. 3 отсюда. Дальше. Ребята, вы замечаете одно обстоятельство? Эти яблоки тратятся медленнее, чем эти. Здесь уже больше половины, а там все еще меньше половины. 2 яблока. 3. 2 яблока. 3. 2. Дальше будет ужасно. Ужасная история. У нас остались последние 10 яблок. Это те самые дорогие яблоки. А к нам идут покупатели двое. Каждый из которых говорил. Вы же обещали продавать по 5 яблок на 2 рубля. Обещали? Обещали. Ну, когда мы обещали, мы же думали, что у нас есть вот эти плохенькие, и мы будем давать 3 плохих и 2 хороших. А сейчас у нас все яблоки остались хорошие. И происходит простая вещь. Подходит покупатель. Мы хотели бы дать ему за его 2 рубля 4 яблока. Но по нашему договору мы обязаны платить, давать ему 5 яблок. То же самое. Следующий покупатель. Мы бы хотели дать ему 4 яблока за его 2 рубля. Но поскольку мы сами объявили, что 5 яблок на 2 рубля, то мы это даем. Вот они. 2 яблока мы даем этим последним 2 покупателям на самом деле бесплатно. Мы несем убыток, но не рассчитали. Оказывается, должно быть не 5 яблок за 2 рубля. Если яблоки полностью перемешать, то должно быть немножко поменьше. Смысл поняли? Хорошо. Следующая задача. 511. В магазине на равную сумму есть конфеты стоимостью 2 рубля за килограмм и стоимостью 3 рубля за килограмм. по какой цене вы должны продавать смесь этих конфет? Да? Можно по 2,5. По 2,5. Надо найти среднюю алифметическую, надо к 3 прибавить 2 и разделить на 2. Получим 2,5. Отлично. Молодец. Это, конечно, неправильное решение. Это, конечно, неправильное решение. И давайте я пытаюсь объяснить, почему это решение неправильное. Значит, ребята, смотрите, давайте опять вернемся к лошади и рябочку. представьте себе, что на одну и ту же сумму вы набрали, ну, купили лошадь, да? И на такую же сумму купили рябочку. Понятно, что рябочка будет совсем чуть-чуть, да? Вот. После этого смешали. И интересный вопрос, по какой цене продавать? Неужели вы действительно думаете, что среднее архитическое не пойдет делать? Нет. Неужели предыдущая задача ничему вас не научила? Нет. Значит, повторяю, в некотором магазине на одинаковую сумму, вот здесь вот очень важно, не одинаковой массы, не то, что 50 килограммов одних конфет и 50 килограммов других, нет, на одинаковую сумму закупили конфет двухрублевых и трехрублевых. Между прочим, в магазинах часто так делают, берут, смешивают разные сорта конфет, продают. Так что, это вполне, можно сказать, жительская задача. Может быть, для кого-то из вас это, может, карьера сегодня решается. Научится высчитывать стоимости смеси и больше ему грязни не нужно ничего, правильно? Ну, господа, давайте устроим эксперимент. Возьмем денежку. Давайте. На сколько рублей будем конфет закупать? У нас здесь много. На 200. неинтересно, потому что на три недели. На 600. На 600. На 600. Давайте, ребята. Нормально, погуляем. Итак, 600 рублей. Ну, только вот, не будем жмотничать. Давайте, на 600 рублей тех и на 600 рублей тех. Хорошо? Вот, покупаем конфеты на 600 рублей. А вывезли 600 рублей. Да, 1200 рублей. Ну, гулять-то гулять. Так, которые 2 рубля за килограмм. Сколько килограммов конфет будет? 300. 300. Замечательно. Замечательно. Которые 3 рубля за килограмм? 200. Скажите, пожалуйста, сколько всего? 500. 500 килограммов. Так, а вы мне уже говорили сумму. 1200 грамм. Совершенно верно. 1200 рублей. здесь 500 килограммов. Теперь, как узнать стоимость одного килограмма? 1200 надо разделить на 500. 2,4 рубля за килограмм. Обратите внимание. 2 рубля 40 копеек. оттуда возникает 50 копеек, а 40 копеек. А вот оттуда и возникает, что конфеты, которые дешевле, занимают большую массу. более дешевых конфет больше. Так, 512 задача. Разбейте числа 1,2,9,25 1,2,9,25 49,4,9 и 64 на 2 множества, чтобы сумма чисел одного из них равнялась сумме чисел другого. То есть представьте себе, что нам написали на карточках, всего шесть карточек, на каждой карточке написали числа. 1, 2, 9, 25, 79, 64. Требуется так разложить эти карточки налево-направо, чтобы сумма слева была бы равна сумме справа. Это очень легкая задача. Да, пожалуйста. Первым действием мы узнаем сумму всех этих чисел. Да, пожалуйста. Складываем все эти числа. Сколько будет? 150. 150. Это правда. Это легко понять. Смотрите, 1,49 это 50, 2,9 это 11, 11, 25, 36, 36, 64, 100, 100 и там было 50, 150. Отлично. Дальше. Дальше мы узнаем сумму, а точнее, да, сумму одной группы чисел. Проще говоря, пополам поделим. Да. Проще говоря, разделим на 2. 150 разделить на 2, это сколько? 75. 75. 75. Хорошо. И ответ, это 64 плюс 9 плюс 2 равно 1 плюс 25 и 41. Ну да. Когда вы берете число 64, то сразу видно, что к нему надо прибавить. Потому что нужно прибавить число 11, а 11 из этих чисел набирается единственным образом. Значит, ребята, дальше я должен признаться. В 513-й задаче опечатка. Причем, вот у этой книжки было уже 3 издания. В некоторых изданиях опечатка это есть, в некоторых нет. Поэтому давайте я сразу покажу, что там должно быть. Там в левом нижнем углу не 18, а просто 8. Значит, те, у кого там 8, могут спокойно решать задачу. Те, у кого там 18, должны срочно это исправить. Как эта опечатка возникла, я не знаю. Да и, в общем, уже не хочу знать, потому что уже ничего не поделаешь. В следующем издании, конечно, обязательно исправим, а там уже ничего не делаешь. Хотя вообще надо сказать, что эта книжка содержит довольно мало опечаток. Совершенно замечательный редактор. У нее была Войлокова. Татьяна Геннадьевна, совершенно действительно замечательный человек. очень тщательно работала, и в результате опечаток почти нет. Но почти не значит нет. К сожалению, опечатка в этом месте должна быть, повторяю, восьмерка. А в некоторых вариантах написано 18. Господа, требуется разрезать полоску на 4 конкурентные части, чтобы сумма чисел в любой из этих 4 частях была бы одна и та же. Так, ну давайте сразу считать сумму всех чисел. Так, 1 плюс 9. 10. Плюс 16. 26. Плюс 7. 23. Плюс 12. 45. Плюс 5. 50. 54. 60. 8. 80. 90. 92. 105. 111. 122. 135. Нет, неправда. 136. 136. 136, конечно. 122 и 14, 136. Сумма всех чисел 136. Догадайтесь, пожалуйста, что надо сейчас делать. Разделить на 4. Разделить на 4, конечно. Сколько будет? 34. Значит, осталось так разрезать эту полоску размером 2 на 8 на 4 части. 2 на 8 на 8, 16, 16, 19, 24, 24. Каждая часть будет из 4 клеток. Каждая часть 4-клеточная. Чтобы в каждой части... Придумали? Да. Да. Можно, да? Конечно. Вот первая часть. Да, нормально. Так, первую часть так зачеркнули. Вторую часть. Да, да, да. Так. Третья часть, но не знаю. Каждая часть, попадите. Ну, вот так сверху. Хорошо, хорошо. Вверху так сверху. Как скажете. Вот так вот. Да. И вот это... Все, спасибо вам большое. Действительно, режем пополам. После чего... После чего... Так. Или я не прав? Нет, нет, вы не... Я не прав. Вот так надо, да? Да. Вот так надо. Так, интересно здесь как? Вот так? Да, сумма каждый раз равна 34. 6 плюс 11, 17 и 17. Все. Решили. 514-я. Ностальгическая задача. Когда-то при вступительных экзаменах учитывали средний балл. Потом не учитывали, потом опять учитывали. История была длинная. У нас почти каждый год меняются правила приема высшего учебного заведения. Так что, те из вас, кто сейчас думают, что знают, по каким законам будут поступать, явно не правы. Так вот, в свое время, когда Миша поступал в МГУ, учитывался средний балл аттестата по 12 предметам. У Миши средний балл 3,5. Ну, кстати, не такой плохой ученик. По скольким предметам ему нужно было повысить оценку на 1 балл, чтобы получить заветную 4. Заветная свои 4 балла, средний балл. Сколько? По 6. А почему? Потому что сначала мы находим, ну, 3,5 умножаем на 12, тем самым узнаем... Так, 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 давайте продолжаем. 3,5 умножаем на 12, получается 42. Правильно. Тем самым узнаем суммарный балл его оценок. Дальше. Потом 4 умножаем на 12, чтобы узнать суммарный балл оценок, при котором в среднем артестическом было бы 4. Очень хорошо. Потом 48 вычитаем в 42 и получаем все заветные 6. Спасибо. Правильно. Действительно, 6 предметов ему нужно изучить. 515 задача. Средний возраст 11 игроков футбольной команды. 22 года. Очень молодая, веселая команда. Во время матча один игрок получил травму и ушел с поля. Средний возраст оставшихся игроков 21 год. Сколько лет игроку, который получил травму? Повторяю. Играла футбольная команда, у которой средний возраст 22. Когда один человек ушел с поля, то средний возраст сразу оказался равен 21. Скажите, сколько лет тому, кто ушел с поля? Да, пожалуйста. Тут почти такая же схема. Тут надо 12 умножить на 11. Пишите, пишите. Только где 12? 12 это... Ой, 22, извиняюсь. Надо 22 умножить на 11. Сейчас получится... Слушайте, ребята, мне сегодня обратили внимание, что многие школьники пишут единицу, начиная снизу. Расскажите, откуда это берется? Привык. Нет, привык. А кто вас этому учил? Кто? Жизнь. Дело в том, что вдруг я сегодня обнаружил, что таких много. Вообще, оказывается, многие девятку пишут вот так. Ну, а про это уродство я уже знал. Но сегодня обнаружил и вот это, что единица пишется вот так. Причем, и даже сегодня один ученик вот так мне показывал, что надо писать на единицу. То есть, начинаешь снизу, и потом такая петелька, и получается единица. Нет, ребята, дело в том, что это с большой вероятностью, ваше поколение последнее, которое умеет писать цифры. Скорее всего, вашим детям вы это умение уже не передадите. Они будут уже печатать, и все. Но мне все-таки интересно, а почему вы так? Ну, казалось бы, ну просто не умеешь и не умеешь. А почему переход к неумению писать проходит вот таким странным образом? Через попытки писать цифры снизу вверх. Это как-то чем-то связано? Кто узнает ответ, скажете. Получается, 2 с 42, это общая сумма возрастов. Класс! Что-то в этом есть, ребята. Это переход на стадию. Переход на стадию. Там уже не было. Да и там 21, а так все хорошо. Там 21, а мы уже надеемся. 21, а это не мы надеемся. Игробов. Теперь мы получаем 210. Из 242, вы считаете 210, получаем 32. Явно кто-то учил писать снизу. Явно кто-то... Слушайте, это... Какие родители? Не могли этому учить родители? У нас так весь в класс пишет. Шпионы, шпионы. Враги. Я знаю, хватит. Враги. Ребята нашу нацию подрывают изнутри. Нашим школьникам приливают странные умения писать цифры. Да, главное, все разного размера. Это у вас тоже учили в школе, да? Да. Замечательно. Да, да, да. 242 минус 210. Скорее цифры? 32. 32. Спасибо. Значит, господа. Аня, Таня. Вместе весит 40 килограмм. Таня и Маня. Таня и Маня. 50. Маня и Ваня. 90. Ваня и Даня. 100. О, ничего страшного. Ничего страшного. Так, Таня и Аня. 60. Сколько весит Аня? Ну, понятно, если мы узнаем, сколько весит Аня, то мы сразу и про Таню будем знать. Про Маню, про Ваню, про Даню. Вот, так что достаточно узнать секрет от одного из них, и все. Все их секреты сразу станут нам известны. Интересно, сможешь? Что, что? Сложить все можно, потом разделить. Все уравнения сложить? Давайте. Очень правильно. Сколько будет здесь? 40 и 60. Умеешь складывать? Да, 40. 340. Да, 340. 60. Правильно. 340. 340. Так, а здесь? 5 детей. 5 детей. На 5 детей. Давайте. Вот, вот, вот. Каждый по два раза. Аня, Таня, 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 Маня, Маня, Ваня, 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 Даня, И Даня, Аня. Совершенно верно. Каждый человек встречается здесь дважды. Таким образом, если вы объедините вот так, и разделите все на два. То получите замечательное равенство. Аня, Таня, Маня, Ваня и Даня вместе составляют сколько? 170 килограммов. Так, господа, Таня и Маня, это сколько? 50. Ваня и Даня, сколько? 100. 100. Догадаетесь, сколько есть Таня? Можно было по-другому решить? Конечно, да. Как? Надо было. Можно? Нет, нет. Можно было из 60 просто вычислить 40. Очень интересно. Из каких 60? Нет. Даня плюс Аня 60 килограмм, и Аня плюс Таня 60 килограмм. Это вы узнаете, что Даня, это Таня, снабженная 20 килограммом жира. Понимаете? Вот. И ничего кроме этого. У вас при вычитании из нижнего уравнения и верхнего, конечно, Аня исчезнет. Здесь будет разность Дани и Тани. Даня на 20 килограммов толще. Ну, да, блин. И что? Так. 517. Четверо купцов заметили, что если они сложатся без первого купца, то соберут в 90 килограмм, если без второго купца, то денег у них 85 килограмм. Без третьего 80 килограмм, а без четвертого 75 килограмм. Так, ребята, давайте мы все-таки до конца здесь дорешаем. Смотрите, если это 20, Аня, то Таня тоже 20. Значит, Маня сколько? 30. Ваня. Даня 40. 60. А, А. Димаш. Даня 40. И Аня по-прежнему 20. Да, все сошлось. Отлично. Отлично. Значит, итак, повторяю условия задачи. Номер 517. Четверо купцов заметили, что если без первого, то у них 90 килограмм. Без второго 85, без третьего 80, а без четвертого 75. Сколько у кого денег? Да. Абсолютно верно. Все сложить и сделать натрий. Это мы узнаем общее количество денег. Прошу, пожалуйста. Раз. Правильная сумма. Это 3 первых купца, 3 вторых. Да не 3 купца. Ой, 3 денег у первого купца. А зачем надо вообще? 3 денег у второго купца. 3 раза денег у третьего купца. И 3 раза рублей у четвертого купца. Значит, мы 330 будем делить на 3. Получается у нас... Делите. Напишите нормально, чтобы было видно. Так, получается что? 110 рублей. Это количество денег у первого, второго, третьего и четвертого вместе. Да, вместе у купцов. Дальше. Без первого у них... Без первого у них 90. 110 минус 90. 20. Да. Надо из числа 110 вычитать все эти числа. Так, у второго купца у нас 25. Да. У третьего купца у нас 30. У четвертого купца у нас 35. Вот задача решена. Спасибо. Это правильно. На всякий случай в обозначениях давайте я повторю это следующим образом. Значит, если мы обозначим буквами А, Б, С и Д количество денег, то смотрите, какие у нас уравнения. Б, С, Д это сколько сумма? Это 90. А, С и Д 85. А, Б и Д это 80. И, наконец, А, Б, С. Надо решить вот такую систему из четырех уравнений с четырьмя неизвестными. Что мы делаем? Складываем просто все эти уравнения. Получаем 3А плюс 3Б плюс 3С плюс 3Д. Это 330. Значит, сумма чисел А, Б, С, Д равна 110. Ну и дальше, очевидно. Если знаем сумму четырех чисел и знаем сумму трех чисел, то недостающие слагаемые это как раз. Ну как, я не очень понимаю, а как стадия? А, то есть вы предлагаете, да, я понял вашу идею. Действительно можно было, хорошая мысль, спасибо. Можно было догадаться, вот для чего. Рассмотреть сразу. Общее количество денег у всех четверых купцов. Давайте обозначим его буквой С. Тогда, смотрите, сколько денег у первого купца. Очевидно, что у первого купца С минус 90. У второго купца С минус 85. У третьего С минус 80. У четвертого С минус 75. Это, повторяю, количество денег у купцов. У первого, второго, третьего и четвертого. При этом суммарное количество денег у всех четверых мы обозначали буквой С. Значит, получается понятное уравнение. С это С минус 90 плюс С минус 85 плюс С минус 80 плюс С минус 75. Ну, а дальше, в общем, очевидно, решается. Переносится число налево, буква С направо. И, кстати, получается то же самое, что у нас делал. 330 равно 3С, С равняется 110. Хорошо? 518 задача, пункт А. На каждой стороне шестиугольника написали некоторое число. Сумму чисел на любых двух соседних сторонах записали в общую вершину. Поскольку туда придется число записывать, то, ребята, я вам кружочек такие нарисую. Смотрите. Пусть не очень красиво будет, но зато есть куда писать. Значит, итак, здесь стояли числа. В каждую вершину написали у кого? Забудьте, пожалуйста. И в следующий раз думайте о том. Так вот, господа, представьте себе, что у нас здесь 10, здесь минус 3, здесь 12, 4, 5. Интересный вопрос. Сколько здесь? Можно ли, зная числа в пяти вершинах, узнать число в шестой? Значит, сначала написали какие-то числа на сторонах, а потом число в любой вершине, это сумма чисел, написанных на соответствующих сторонах. Требуется понять, существует ли какая-то связь, как узнать вот это число, зная эти пять. Давайте я в общем виде нарисую картинку. представьте себе, вот здесь написано было число А, здесь Б, С, Д, Е, здесь было Ф. Можем ли мы сказать, что написано здесь по определению? А плюс Б, правильно? Да. Здесь что? Б плюс С. Б плюс С. С, 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 С. Нужно найти какую-то закономерность между этими шестью числами. Числа А плюс В, В плюс С, С плюс Д, Е плюс Д, Ф плюс Е и А плюс Ф обладают каким свойством? Если все числа сложить, то получится 2А плюс 2В. Замечательно, и что мы же не знаем, чему равны А, В и так далее. Поэтому глушительно одно из чисел не знаем. Там стоит попросительный знак. Поэтому непонятно, что нам дашь, то что мы будем пытаться найти удвоенную сумму. Не можете догадаться? Что? А может увеличиваться на 2А, потом увеличиваться на 2А и увеличиваться на 2А? Нет, вы можете анализировать те конкретные числа, там 10, плюс 3. Поверьте, они были расставлены абсолютно случайно. Никакой серьезной закономерности. То есть, там можно было, я не знаю, день рождения свой закодировать. Можно было все, что угодно. Потому что на самом деле числа произвольные. И по любым числам в пяти вершинах легко найти число в шестой вершине. Я тут даже мюнки сготовил. Красный и синий. Значит они нужны. Что? Значит они нужны. Нет, может быть я просто что-нибудь порисую. Вы что? Вы что? Увидеть закономерность в обведенных числах. А плюс Б, Б плюс С, С плюс Д. Увидеть простую закономерность, ребята. Действительно простую. Синий мел начал работу. Да. Может быть числа не соединенных ребрами равны трамостальным? Вы мне, пожалуйста, выйдите и покажите, какую вершину еще красить синим цветом. Кратить синим цветом на вершину А плюс Б. Покажите. Эту и эту. Слушайте. И их сумма будет равна. Стоп, стоп, стоп. Покажите. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Это же будет, смотрите, А плюс Б плюс С плюс Д, плюс С плюс Е плюс С. А теперь давайте посмотрим движение. Дело в том, что сам же блок различает цвета, поэтому я заставлю ее от штрихи, а от другого она отличает хорошо. Все, ты вынужден будешь это показать. Правда? Вынуждена. То есть, складываем числа, смотрите, как же я, минус 3, 4, сколько будет сумма? 1, да? И в сумме с этим числом у нас должно получиться то же самое, как если бы мы складывали число 10, число 12 и число 5. Так, 10 и 12 это 22 и 5, 27. Так вот, когда к вопросительному знаку прибавишь 1, получишь 27. Вы абсолютно правы. Здесь должно стоять число 26. Хорошо. Заметьте, мы нашли такую забавную закономерность. Теперь то же самое, только гораздо легче. Не про шестиугольник, а про треугольник. Представьте себе, что в вершинах треугольника написали 3 числа. Здесь вот написали какое-то число x, здесь написали число y и, наконец, в третьей вершине написали число z. Затем на сторонах написали числа x плюс y, x плюс z и y плюс z. Оказалось, что они равны 1990, здесь у нас 1991, а здесь 1992. Задача. Найдите x, y и z. Прошу. Если на каждой стороне написали сумму чисел в вершинах и известно, какие числа оказались на сторонах, пожалуйста, восстановите числа, которые были в вершинах. Прошу вас. Несла. Ты что, это лицо в вершине? Ты что? Ты что? Ты что? Есть лучшая модель школьника 21 века, не умеющая писать цифры. Хорошего вам. Хорошим. Школьники 24 века. Я наступил. Усю. Так nerd говорила, не помеется цифры где притактал. В Game Йожгburg. Расшотты. Убеден手 нет. В hundred save mascotа. Прошу Frog jogoified. Пош て просто pasa. С новогоднику двадцать девочек. Это фантастика, что при такой технике письма он близок к получению правильного ответа. Отлично. 5 тысяч, так сказать, 973. И поскольку каждое число здесь используется по два раза, нужно разделить на дно. Только не нужно, а я разделю. Давай, давай, делим. 5 тысяч. 973, тут быстрее. Ой, да, сколько же будет? На сегодняшнем кружке, который был несколько часов назад, там девочка делила, дели, дели, и сказала, что делить нельзя, получается один в остатке. Давид уже знает, что все-таки делить на два можно все что угодно, да? Я уже. Валентин. Так. Ребята, это у нас давно. Дело в том, что есть брат Давид. Да. Вот. Он немножко меньше, но... Извините, пожалуйста. Слушайте, а как делите? Давайте работаем. Давайте работаем. Да. Я погибну здесь с вами. Я не смогу научить вас писать цифры. Это сумма всех этих? Да, это сумма всех этих? То есть, для того, чтобы узнать, ведь надо отнять... Правильно. 2986 с половиной минус 1991. Ну, напишите вы столбик. Так. 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 990. Я иди. 5 с половиной. Это какое число? 3. 3. 3. Это у. 995 целых 5 десятых. Так. Хорошо. А что такое х? Какого получите? Не пишите, подумайте. Нужно отнять у плюс z. у плюс z на единицу больше. Значит, ответ будет что? На единицу больше. Правильно. 994 целых 5 десятых. А это на единицу меньше. Значит, будет больше. 996 целых 5 десятых. Спасибо вам. Ну, что я могу сказать? К книжке этой задачи нет, но она в высшей степени важна. Поэтому давайте обязательно ее сейчас решим. Представьте себе, что у нас есть треугольник, у которого известны длины сторон. Ну, например, здесь 9 сантиметров, здесь, например, 8, а здесь, ну, скажем, 11. Ну, скажем, 11. Пусть будет по вашему. Задача. Если я... Почему такого треугольника было уже не было? Очень даже не было. Если бы было 18, тогда не было. Мало ли чего было бы. Очень даже треугольник. Впишу в него окружность. Совершенно ясно, что возникают вот такие вот отрезочки. Задача – найдите длину такого отрезка. То есть, расстояние от вершин треугольника до точки касания вписанного круга. Как известно, в любой треугольник можно вписать окружность. Кстати, на предыдущем крышке меня вполне серьезно спрашивали, почему. Я вынужден был им объяснять, что когда берешь любой угол, в частности угол- преугольник, не важно, то если вписываешь всевозможные окружности в этот угол, их центры лежат где? Биссектрисы. Эта линия называется биссектриса угла. Так вот, если вы посмотрите на положение центра, то, я повторяю, это будет биссектриса. Более того, если из любого центра опустите перпендикуляр на сторону угла, то очевидным образом это будут радиусы окружности. А вот эти отрезки будут равны. Совершенно верно. Будут равны. Это и есть касательные проведенные из мектрой точки к кругу. Значит, какое-то имеет отношение к треугольнику. А вот какое. Берем, проводим биссектрису одного угла и проводим биссектрису другого угла. Совершенно понятно, что они где-то пересекутся. Точка пересечения будет обладать замечательным свойством. Она одинаково удалена от сторон угла. Это значит, что вот этот отрезок должен равняться этому, благодаря вот этой биссектрисе. Но та же самая точка лежит на этой биссектрисе. Это значит, что и здесь должны быть равные отрезки. Получается, что все три отрезка равны. И действительно, пересечение двух биссектрис – это центр вписанной окружности. Ну, и автоматически он лежит на третий биссектрисе. Впрочем, сейчас вам все это не нужно. Сейчас вам нужно знать равенство вот этих вот двух выделенных отрезков. Касательные, проведенные к окружности из одной и той же точки равны. Этого достаточно для того, чтобы решить задачу о награждении величины х. Вот этого вот отрезка. Harris-как? Так. Музык. Продолжение следует... 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 Т, этого отрезка Х, этого отрезка У, и этого отрезка Z. Тогда длина этого отрезка также будет равна Х, длина этого отрезка У. Не обязательно рисовать фигурные скобки в шфере, просто пишите X, Y, Z для скорости, там T. Тогда сумма А и С равна сумме чисел T, X, Y и Z. Очень хорошо. А зачем? Прямо под А напишите его значение. Вот у вас есть формула А плюс С равно В плюс Д. Там под А напишите, чему эта штука равна. А это что такое? Это X плюс T, правда? X плюс T. Хорошо. По С напишите соответствующие буквы. Так, все видят? Все понимают, о чем это? Так, и в правой части тоже раскройте. В это на самом деле T плюс Z. Так, а D это что такое у нас? Это X плюс Y. Пишем, пишем. Ну да, это равны Y. Отперестановки слогами, сумма не меняется. X, T, Y, Z, а в другом случае T, Z, X. Спасибо. Вы абсолютно правы. Так вот, если бы у нас был шестиугольник, то ровно такое же дело. Сумма трех сторон, расположенных через одну, равна сумме других трех. Хорошо. Пятьсот девятнадцатая задача. Катя, Лена, Маша и Нина участвовали в концерте. Каждую песню пели три девочки. Катя пела восемь песен. Больше всех. Нина пела пять песен. Меньше всех. Скажите, сколько всего было спета песен? Катя, Лена, Маша и Нина участвовали в концерте. Каждую песню пели три девочки. Катя участвовала в исполнении восьми песен. Больше всех. Нина участвовала в исполнении пяти песен. Меньше всех. Сколько песен было спета? Так. Меньше всех. В итоге вы откликает свечу к песену разно Ap treasure. В calibре. Продолжение следует... 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 А через окно? То есть, если он работает под землей. Итак. По-моему, нельзя. Конечно, конечно. Нет, нет, я совершенно не злорадствую, честное слово. Постараемся сделать все числа равными. И берем вот эти единицы. Получится остаток 15 соток. Чего? Сделаем все числа равными. Это как? А как вы их сделаете равными? Это я не понял. То есть, вы хотите сделать так. Да, вы хотите, что называется, поднять так уровень, да? До одной целой... Чего вы говорите? Чтобы все были одна целая, одна десятая. Остается остаток... Интересно. А, то есть, от всех чисел, от тяпы целого до десятого, да? А почему 15 соток? Не понимаю. 15 соток. А когда 15 соток? Можно... Ой, значит так. Во-первых, по сути, вы, конечно, правы. Во-вторых, это слишком экзотический способ. Можно я объясню по-прочему? Ребята, смотрите, есть одно простое правило. Не надо изображать из себя мудрецов. Если вам дали задачу, в которой есть дроби, ну, не поленитесь вы привести... Нет, бывает, что так нельзя, но в простых случаях не поленитесь вы привести их к общему знаменателю. В данном случае общий знаменатель 100. Проще говоря. Возьмите вы и умножьте их все на 100. Станет сразу гораздо лучше. Не будет вам 1,1. Будет 110. И здесь станет 111. И получится понятная задача про натуральные числа. Даны числа 110 в количестве 13 штук и 111 в количестве 15 штук. Можно ли эти 28 чисел разложить на две стопки равной суммы? Да? Нельзя, потому что если умножить 110 на 13, получится четное число. Да. А 111 умножить на 15. Получится... Нечетное число. И что из этого следует? Значит, что нельзя разделить их. Дошло. Если бы вы разделили их на две группы равной суммы, то в одной была бы какая-то сумма, и в другой какая-то сумма, и общая сумма была бы четная. А здесь, очевидно, нечетная сумма. Хорошо. Хорошо. Роскошная задача. 521. На доске написано несколько чисел. Среди них есть минус. Каждая из них равно полусумме остальных. Давайте я напишу для случая четырех чисел. Вот так эта система выглядит для... Четырех. Узнайте, сколько всего чисел. Повторяю. На доске написано несколько чисел. Среди них есть минус. Каждая из них равно половине суммы остальных. Узнайте, сколько чисел на доске. Для трех чисел просто. Для трех чисел какой пример? Любой. Скажем, восемь, восемь и восемь. Отлично. Действительно, если вы напишите через запятую три одинаковых числа, то верно удивительное соотношение. А плюс А пополам это А. Я думаю, что все. Счерпались. Это не задача решена. Вы не приготовились хорошо к занятию. Спасибо большое. Спасибо огромное. Господа, задача задавать надо. Потому что надо не только слушать лекции, но и... Хотя, конечно, все задавали немножко, но, в общем, значительно лучше. Значительно больше надо. Нет. Так. Три числа бывают. Ну, скажем, один-один-один или восемь-восемь-восемь. Неважно. Гораздо интереснее другое. Бывает ли четыре? Нет. Нет. Почему? Потому что одно число не может равняться полтора числа. Поймите, не обязательно же все числа одинаковые. Запросто может быть, что одно побольше... Кстати, отрицательные числа могут быть. Так что все не так просто. Нет. Это, безусловно, задача палубы. Нужно как-то доказать, что... ...что... Господа, нужно что-то сделать с этой системой уравнений. Давайте хотя бы для четырех чисел разберемся. Я вам в явном виде выписал систему уравнений. Нужно подумать, и у вас все получится. x, y, z и t – это четыре числа. Требуется доказать, что если x плюс y плюс z пополам равняется t и так далее в таком духе, то на самом деле все числа x, y, z и t равны нулю. Да, пожалуйста. Надо систему умножить на одну. Ну хорошо, умножить на одну. Дальше. Тогда получается такая вот прекрасная картинка. Где? Нет, нет. Давайте вы не будете писать поверх одного уравнения, другое. Смотрите лучше моё ааа, потому что все, безусловно, поняли. Пишите нормально т, пожалуйста. Не имейте привычку, если вы что-то исправили, поехали писать. Отлично. Такая система, безусловно, равносильно. Дальше. Дальше получается то, что 2t, например, из этих 2t перемещаем сюда. Ой, ребят, собирая x по очереди исключательно неизвестное. Ребят, вообще это можно. То есть, в случае системы 4 на 4. Смотрите, что можно сделать. Из первого уравнения выразить x, подставить во второе и третье вместо x эти выражения. Получится система из трёх уравнений с тремя неизвестными. Потом там ещё выразить, подставить следующие и так далее. Но способ, который вы сейчас предлагаете, во-первых, трудоёмок, но это ещё не главное. А главное, он абсолютно не обобщается. То есть, что у вас будет? У меня есть вариант. Какой? Можно сделать. Можно просто сложить все уравнения. Так, сложить все уравнения и что получится? У нас получится 3x, 3y, 3t. 3 умножить на сумму всех чисел, да. Это есть что? Это есть 2 умножить на сумму этих же чисел. Нет. Нет. Никакого. У нас нет правильных чисел. Никто не говорит, что данный для нас в числом правильных. Чтобы вот эта сумма сокращается, равно 2, что является противоречным. Нет. Наивные вы, мои ребята. Наивные вы, мои милые ребята. И всё ещё не привыкли, что бывают отрицательные числа. Докладывайте. Через несколько дней абсолютно неожиданно для вас лужи превратятся в лёд. Будет отрицательная температура. И что бы вы сейчас ни говорили, но сейчас на улице уже там 2 или 3 градуса тепла. Совсем скоро будет минус 2 или минус 3. Отрицательные числа летом, конечно, можно было отменить. Но зимой никак. Никто не может запретить иксу, игреку, какой угодно из этих букв, оказаться отрицательными. И тогда запросто могло быть, что сумма равна нулю. То есть, смотрите, если сумма не равна нулю, то тогда, конечно, противоречит 2 или 3. Но, поскольку мы это всё выводили, то значит обязательно x, y, z и t дают что? В сумме 0. Никакой не минус. x, y, z и t в сумме дают 0. Замечательно. И что дальше? Дальше? А дальше мы не думали. Но вы сделали очень много для этой задач. То есть, осталось гораздо меньше, чем вы сделали. Мы почти всё сделали. Крэп. Вы абсолютно разумно перешли от этой системы. Крэп. Действительно, избавились от гробей. Вы правильно сложили. Вы доказали, что сумма равна нулю. ещё буквально чуть-чуть подумать и всё станет хорошо. Ну что, ребята, посмотрите на это равенство. Неужели его никак нельзя использовать при решении этой системы? Ну как? А может, все равны нулю? Правильно. Как-то доказать. Да? Ну если у нас здесь сверху x плюс y плюс z равно 2t, то надо прямо так и написать. то надо прямо так вместо x, y, z и написать 2t. И что у нас получится? 3t равно нулю. То есть, t равно чему? Нулю. Нулю. Ну, обратите внимание. Равнёненько так же можно здесь написать. 2x. Ну и так далее, да? И у нас получится, что все неизвестные равны чему? Нулю. Нулю. Отлично. Теперь ровно то же самое давайте сделаем в общем виде. Что значит в общем виде? Представьте себе, например, x, y, z, t, u и v. То же самое. В уже у меня сколько? 6 чисел. Равняется w. Их, y, z, t, u и w. В. 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 Ну и так далее. Про каждую из семи букв известно в семи. То же самое. Так. То же самое. Это что? Все числа равны нулю можно заменить. У меня такое предложение. Нет. Не равны нулю можно заменить. Можно. Я понимаю, что можно. Конечно, если вместо буквы поставил нулит. Нет. Я предлагаю такую вещь. Давайте введём обозначение. И у нас сразу всё станет на свои места. Записываем, господа. С. Это x плюс y плюс z плюс t плюс u плюс v плюс w. Смотрите, как легко записать вот это уравнение при помощи букв s и w. С минус w делённое на 2. Это что? Это дубль в. В. Значит, когда вы отнимаете от s последнюю букву, вы как раз получаете числитель вот этого выражения. Значит, s минус w пополам это w. А знаете, что отсюда следует? что s минус w это 2w. То есть, s это у нас что? 3w. и 3w. И то же самое будет со социальной числами. Абсолютно. s это и 3w и 3u. Давайте напишем все эти равенства. s это 3u, 3w, 3w, 3x, 3y, что там ещё? 3z и 3c, что отсюда будет следовать? Отсюда будет следовать забавная вещь. Нет никаких единиц. Отсюда будет следовать забавная вещь, что когда вы смотрите величину s, то каждая из слагаемых, ребят, это s делённая на 3. У нас все равные. Да, да, да. И сколько их штук? 7. Их 7 штук. Это 7s делённая на 3. Когда число не меняется от умножения на 7 и деления на 3? Когда оно работает? Ну и значит, все эти буквы равны. Обратите внимание, 7 у нас встретилось только в этом месте, а до этого было не так хватило, сколько там чисел. Если бы здесь было 3, то у нас сократилось, и получилось бы равенство s равно s, в котором нет ничего удивительного. А если здесь стоит у нас отличное тройте число, то получается, что непременно s равно нулю, и значит и все числа тоже равны нулю. Так что для тройки бывает не нулевой набор, а для остальных не бывает. Так, ребят, обязательно решим сегодня 522 задачу, потому что её в своё время я придумал и, значит, очень рад, потому что это такой был вклад в фильм замечательный «17 мгновений весны». Значит, Штилетту задержали за оплату, и он, значит, в ответ… «Вообще очень трудно разведчику нелегалов устраивать забастовки». Понимаете? Он в ответ в центрах послал, «Вместо чисел А, Б, С и Д такие числа…» «Ой, ой, 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 ой…» «Такие числа…» «А плюс В», «А плюс С», «А плюс Д», «Б плюс С» и «В плюс Д». И не указал даже, в каком порядке передал эти числа. Как вы видите, сумму чисел С и Д он не передал. В центре получили следующие числа. Центр – это его начальство посидит. 13, 15, 16, 20 и 22. Задача. Чему равно непереданное число? Повторяю. Разведчик Штилетт передал вместо чисел А, Б, С и Д числа А плюс В, А плюс С, А плюс Д, Б плюс С и Б плюс Д, не указав даже, в каком порядке они переданы. В центре получили числа 13, 15, 16, 20 и 22. Чему равна сумма С плюс Д? Парни. В центре получили конвертер. Вот так. Нажимаем. Чтобы помочь. На этом видео. Дальше. Легка. Парни. Дальше. В центре. есть такая идея да 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 сначала нужно все сложить не надо ничего писать объясните словами все числа получим удвоенную сумму неправда неправда там одно число пропущено одно число уже тебе не сообщено вот 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 сменные обуви, очень помогают потому что уже наступает осень уже у вас такие тяжелые ботинки и вам просто тяжело на них сидеть очень советую тапочки, валенки что сюда еще? да, нормальные домашние тапочки, это лучше, чем ничего мы здесь не будем устраивать пока смотр никто там под фарсик не будет доглядываться выискивать ваши тапочки но это лучше, чем сидеть в сапогалке да нужно все сложить и мы получим утроенные числа А утроенные числа Б да, и, к сожалению, удвоенные С и Д ну нет потому что бесполезно потому что мы про А, Б, С и Д ничего не знаем что у нас не знаю но Продолжение следует... 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 Продолжение следует...